Я занимаюсь... Меня зовут Дар Хаймон, если кто не знает, что. Я занимаюсь сейчас созданием и разработкой разного рода экспериментов для анализа городов, но глубоко мы этим занимаемся вместе с компанией Кабидатом и Матрёшком. Олег Сиро был вчера, может кто-то здесь был присутствующий, не знаю. Она как раз рассказывала именно про нашу платформу, про то, что мы занимаемся в целом. А я сегодня буду немножко облечённо рассказывать, потому что я очень долгое время занимался... Я очень долгое время занимался общее понимание того, как происходит развитие архитектуры в последнее время. Это экспериментальная архитектура и партнерная архитектура, как хотите это называется. Вычислить вычислить архитектурой. Есть много названий, но здесь в данной лекции я попытаюсь сделать некий общий обзор того, почему вообще эти мысли приходят в голову людям, архитекторам, почему этим занимаемся и занимаются многие люди. И, в частности, в виде проекта точки зрения Саша делал проект SpotCamp. Идёт бежук по этому поводу. И это всё неспроста. Мне хотелось бы как раз попробовать рассказать о том, что на самом деле является некой базой всех тех проектов, которые переворачивают представление о том, что такое архитектура, какие области у архитектуры существуют. И хотел я для начала обратиться к вот такой странной картине. Эта картина была написана в конце, получается, 19 века. Точнее, в начале 19 века. То есть это тогда, когда на тот момент существовала портретная доктрина, где главный герой ситуация проживался с лицом, и мы могли его рассмотреть. А если это был ландшафт, то были ландшафты и всё остальное. Здесь мы увидим немножко другую историю. И мне кажется, это очень красивая история по поводу того, как в этой картине, на самом деле, очень много что предсказано. И можно запомнить её и потом оплотаться ко многим вещам, которые я буду раствовать позже, сделать это слепок и оплотаться понять, что здесь было не так. Но в целом, что было не так уже в то время, когда люди хотели пройти куда-то дальше, нежели от каких-то традиционных вещей, которые на тот момент существовали. В первую очередь, что здесь мы видим, мы видим, собственно, человека, которому мы не видим лицо, потому что, собственно, нам лицо само по себе не важно. И мы видим ландшафт, который... Причём самого ландшафта мы особо-то тоже не видим. Мы видим именно ландшафт, который покрыт облаками, он находится в тумане, и мы только подозреваем, что там находится, за саму ландшафт, что из себя представляет. И получается, человек смотрит куда-то, чего этого вид не существует. Но здесь ещё есть несколько интересных аспектов. Само по себе это важно, потому что у нас есть два актора, это два героя, это, собственно, сам герой-человек и герой-ландшафт. Но ни того, ни другого мы не видим полностью. И это определённая диктономность, определённое разрушение образов. Оно важно само по себе, но здесь важен ещё самый туман. Потому что, вообще, опять же, в времена 19 века у нас было принято, что мы как-то отображаем всё объективно. То есть у нас есть некий объект, и мы его с разных сторон на него смотрим, и его пишем, и пытаемся рисовать. Но оказалось, что можно смотреть на объект, то есть вообще по другому углу, когда у нас объектов не существует. И вот эти вопросы очень странные, которые не дают чётких конкретных ответов. Они, в общем-то, продуражат умы сегодняшних поколений архитекторов, только на очень большом количестве разных тем и вопросов, которые могут быть вообще поставлены. В целом, у нас, в принципе, примерно состоится с такого, будем ходить по такому графику, и я буду идти по проектам. Я специально выстроил линейно, и меня интересует скорее то, что происходит с 2000-х годов, то есть появление как раз всех вычислительных, точнее, не появление, а до этого, а начало бурного развития вычислительных технологий и применение их внутри архитектуры, и применение не в виде просто какого-то инструмента, а как именно некой определенной идеологии, которая приносит абсолютно иной взгляд на тот предмет, которым занимается архитектор. Но я буду стараться делать определенные такие флешбеки назад, которые покажут, что на самом деле мысли, определенные мысли, как в этой картине, которую я показал в начале, очень многие мысли, которые сейчас будут развиваться технологические, что они уже в какой-то момент появлялись как некие идеи, конкретные концепты. И это очень важно, потому что надо понимать, что мы сейчас находимся не во время революции, мы сейчас находимся в процессе бурной эволюции. Это два разных аспекта. То есть люди, которые этим занимаются, на самом деле не являются разрушителями старого, а именно являются те людьми, которые пытаются вывести те концепты и идеи, которые уже были кем-то посеяны в какой-то момент, их перевести на новый уровень. Зачастую они делают это как бы с нуля, если что. Я думаю, что очень многие экспериментаторы, которые делают что-то современное, что-то абсолютно снобжибательное, они думают, что они это делают впервые, но при этом мы можем найти какие-то исторические вещи, которые показывают, что определенные идеи были разделены чуть раньше, но в данном случае здесь вопрос авторства не стоит, а здесь вопрос того, что в принципе мы живем в том мире, который постоянно меняется и дает нам предпосылки, для того, чтобы создавать новые определенные вещи определенного качества. И эти качества просто некоторые люди чуть-чуть раньше начинают чувствовать и привносят в свой проект. Начнем сначала с нескольких проектов как раз с рубежа 2000 года, чтобы погрузить в начало рассказов. В первую очередь это несколько проектов именитых архитекторов, того же Питера Резинмана, например. Я вообще не буду говорить о проектах, я скорее буду говорить про определенных принципов. Мне в данном случае не так интересно название проектов официально подпись каких-то дел, чтобы можно было самим самим дочитать. Мне скорее интересны именно те принципы, на которых концентрировались архитекторы на тот момент. И я попытаюсь проследить эволюцию определенных идей и концептов, которые переходят из одного проекта в другой проект и привносят в что-то новое. В общем, на рубеже 2000-х годов у нас как раз был этап, когда очень много именитых архитекторов, которые были воспитаны на идеях философии 60-х или 60-х годов, они начали приносить в архитектуру определенные понятия, на которых выстраивали свои произведения. Например, очень мощное было понятие такое, как ландшафт и некое неразрывное движение. Но интересно этот проект, который вы наблюдаете, здесь видно, что вы видите здание, которое как бы не здание, а вроде как ландшафт, чем здание, и у вас все линии непрерывные, у вас есть некая необрываемая кривая без каких-либо углов, и сама эстетика вам говорит о понимании того, что произошло что-то уже совсем иное. То есть мы перешли от тех объектов, на которые мы раньше смотрели, как объекты, состоящие из каких-то частей, как картинуальные объекты, то есть объекты, которые сами по себе находятся в каком-то саморазвитии. Но интересно, что на тот момент еще технически архитекторы работали по старинке, просто они усложняли процесс традиционного проектирования, пытаясь создать что-то абсолютно новое с точки зрения формальной, то есть некой формы новой, но при этом очень много вещей делалось по традиционным методам, используя карт, это все понятно, я имею в виду традиционные и без использования алгоритмов каких-то таких вещей. Естественно, уже на тот момент компьютеры существовали, и все было нормально. И сами архитекторы, это было поколение, как я говорил, оно взросло на идеях того же 3D. И основной задачей была создание новой формы таковой, попытка вообще переосмыслить что-то такое новой формы. В то же время, чуть-чуть ранее, в 1994 году, есть групп такой архитекторы, где остается, это архитекторы Knox, которые сделали попытку принести, которые принесли в архитектуру, начали приносить в архитектуру некий интерактив. Это очень важный момент, связанный с тем, что вообще, в принципе, это одна из таких концепций, что это концепция, которая пронизывает сегодняшнюю архитектуру. Это идея, определенная взаимодействие, именно идея того, что пространство, которое создаётся, оно должно взаимодействовать с окружающей средой, с людьми, и что это взаимодействие является частью природы самого проектированного объекта. И в данном случае вы видите павильон воды, где сам павильон и внутренние экспозиции являются неотъемлемыми друг по другу частью. Они созданы друг для друга, и сама форума павильона говорит о том, как помогает создать очень странное внутреннее пространство, которое взаимодействует с людьми и смещает их ортогональное представление пространства. Собственно, что дальнейшие метафоры нас выводят на ощущение воды, и всё, что вода нам даёт, и какие дополнительные действия, текучести, непрерывности какой-то. И это всё опять же выражено в форме, но есть определённая интерактивность. Интересно, что это само по себе интерактивность как таковая, и вообще то, что человек может быть частью, непосредственно частью архитектуры, что если его изымать из процесса, из объекта, то, в общем-то, ваш объект не будет полноценным. Это концепция, которая, на самом деле, ещё какое-то время назад, довольно-таки давно была, проявлена в очень странных проектах. Федерик Кейслер, который ещё в 1940-х годах, сейчас это было, в 20-м веке, создал проекты, где он пытался в очень странных почерках, которые, в общем-то, даже не были похожи на архитектуры, попасть... Он, в общем-то, действовал, скорее, не как архитектор, точнее, совсем не как архитектор, а как художник, но он оперировал именно какими-то частями, архитектурными терминами, архитектурными представлениями, мы ещё вернёмся, в которых он рассказывал, каким образом человек становится частью процесса восприятия объекта. И вот в этот разговор, попытка создать такую инсталляцию, причём, мнимость разности её не существовало, он был только в описании, где есть человек как приёмник, и объект как генератор, а нот катод, можно посмотреть на картинки, и в этот момент как раз, собственно, эта мысль о том, что это взаимодействие может быть прямым, объект, и наблюдатель, и в самом деле происходит, собственно, рождение нового, абсолютно нового смысла, именно убрав любой из этих акторов, в общем-то, мы ничего не получим, то есть у нас ничего не будет. И данная концепция, она начинает, в общем-то, глуждать в среде архитектурных, в среде архитекторов, и тот же Ларс Пайбер, который является основателем NOX, они начинают, в принципе, на этом направлении работать, но, к сожалению, в последнее время его почти не слышно, но вот в 2000-х годах, в 90-х годах, и он примет, например, вы можете представить, проект, где про некое искусственное сердце уже формально очень сложное, и они очень гордились тем, как это производилось, хотя это производилось практически все, опять же, не совсем цифровыми способами, а традиционными, с помощью создания форм, на которых потом отливались пластиковые поверхности, но сами формы уже немножечко из будущего, и говорили о том, что мы хотим работать с некими формами, которые будут отходить от октагонального вида. Но здесь именно интересно то, что они пытались интерактивность произвести, то есть они поставили это сердце в городе, и это сердце, оно меняло цвет в зависимости от того, как они создали сайт, и на котором жители города могли голосовать, и в зависимости от того, какое голосование было хорошо или плохо, о чем они там думали, оно показывало некое представление настроения города. Очень банальная идея, но на тот момент особо ничего не было такого, и очень было забавно, когда после этого проекта еще, наверное, тысячи подобных проектов попытались сделать в кучу других городов, естественно, потому что, когда я говорю банальная идея, имею в виду, что она идея, которой при этом до этого не было, а когда она сделала, оказывается, ну вот действительно, почему не делал сердце, и все начали делать сердце. Но здесь интересно, что это сердце пыталось соединиться, то есть оно являлось неким интерфейсом взаимодействия граждан с городом, в смысле граждан с пространством города через вот это сердце. И передача того, что люди думают, другим в другую степень в отношении прямой демократии. Вот. Другой вопрос, что в этих же годах еще было несколько интересных проектов. Ну, наверное, небезызвестный проект Музей Гвинтхайма в Фрэнкогере, где уже произошел определенный, довольно сильный сдик. Сдик состоял в том, что к этим вот планшафтным формам, которые мы видели в предыдущих проектах, они все-таки начали переходить из разряда давайте просто сделаем сложную форму, потом пытаемся хоть каким-нибудь образом ее перевести в чертежи, они пытались перевести это, уже оцифровывать это, и для этого они использовали инженерные программы Кати, которая впоследствии переросла в программу Geary Technologies, которая является прообразом BIM-технологий, о которых тоже, мне кажется, на лекциях обсуждали, в предыдущих лекциях. Опять же интересно то, что еще пока сама формула, тоже некая ландшафтная формула, она является рукотворной, то есть она является абсолютно нарисованной вещью, которая не является, здесь не используются никакие алгоритмы, которые создают форму, то есть здесь все-таки придумывается, автор полностью придумывает сама форма, и потом просто пытается с помощью уже современной технологии перевести ее в какой-то подобающий вид чертеж, который уже можно будет построить в какие-то приемлемые сроки и бюджеты. И вот эту грань можно подвести к другим проектам, где мы наблюдаем окончательный переход к тому, что если можно создавать такие сложные формы, то их можно создавать так, чтобы они сразу подчинялись определенной логике, и эта логика нам позволяла вывести нас на другой способ производства. И здесь очень многое сделал Акаса Серкутс, который объявил, что давайте делать архитектуру как некий объект, индустриальный объект, но будем его делать не как индустриальный объект, не как панели какие-нибудь, а именно как индустриальный объект нового поколения, где раз уж мы в индустрии уже придумали кучу технологий, но на тот момент действительно уже много что было, которые позволяли фрезеровать, нарезать лазером, делать что-то еще, что использовалось в машиностроительной индустрии, или в индустрии, не знаю, при создании кораблей или каких-то больших конструкций индустриальных объектов, то давайте перенесем это в архитектуру, но перенесем еще с понимания того, что сам архитектор будет строить, понимая эту самую технологию, соответственно, если архитектор будет эту технологию брать за основу как некий геном своего объекта, то мы можем полностью переосознать проектирование и сделать его сам по себе интерактивным, во взаимодействии архитектора, компьютера и модели, которая у него получается. И в общем, этот проект, который вы видите, это проект, где уже вот эти все панели, с которых стоит небольшой павильон, они полностью уже сделаны способом, условно говоря, который мы сейчас называем перспараметричным, то есть когда у нас есть некая цифровая модель, из которой берется все размеры, все выкройки, которые нам необходимы, раскладываются, и мы потом с помощью чипу станков, соответственно, нарезаем и все, и просто собираем такая конструктора. В общем, вот эта идея конструктора, так что мы можем из какого-то количества, большого количества элементов собрать, готовых элементов собрать что-то очень сложное, она в этот момент тоже начала еще один концепт, который так или иначе постепенно перерастает в целый класс новых инструментов и для архитекторов, и для строительства, и вообще как некая концепция того, что мы можем создавать эти конструкторы, которые, в конечном счете, могут быть легко собраны на строеплощадке. В то же время, если здесь это такой примат вещественного, в смысле, что давайте наконец-то сделаем что-то с помощью технологическое, при этом оно будет архитектурно, значит, что оно будет иметь, это не просто продукт инженерной мысли, это именно продукт архитектурной мысли, что здесь есть определенные идеи, этические какие-то моменты, которые в определенной степени отличают архитектуру от инженерии, давайте мы их переведем в архитический вид. Но интересно, что в это же время происходил кризис другого метода, уже кризис, потому что в 2000-х годах был, например, до 2000-х годов, многие архитекторы экспериментировали с виртуальной реальностью, что они пытались создавать проекты исключительно для цифрового мира, которые никак не были атрибутированы, не предполагалось, что они будут сделаны в реальном мире, из реальных, хотя бы даже гравитаций. и один из таких проектов, очень громко звучащий, был проект Асимтот, который они делали тоже для виртуального музея Гугенхема. И они, то есть архитекторы пошли, условно говоря, веб, на тот момент, кстати, веб там особо еще не существовало, но в общем пошли в интернет, думая о том, что ну сейчас технология как разовьется, и будет сделан виртуальный мир, и это новое поле для архитектуры, и архитекторы будут создавать виртуальные пространства, в которых люди будут перемещаться как бы так же, как в пространстве реальном, и вот основываясь на этой идее, было очень много проектов, и плюс начали появляться какие-то площадки, была игра, а сейчас у меня улица, вот как она называлась, такая сетевая игра, где вы могли создавать свои герои, создавать свои пространства, свои эффективные объекты, и потом ходить по ним, и общаться друг с другом, не знаю, в общем-то, продавать даже какие-то вещи, в общем такой виртуальный мир, а Second Life, назывался Second Life, не знаю, живет этот проект, на сегодняшний момент не живет, но вот в это же время как раз, собственно, существовало, они пытались быть в этой струне тоже, но они думали о том, что в виртуальное пространство есть новый полигон для архитекторов. Оказалось, что это не так, и вот проект, в общем-то, почему архитекторы в определенной степени начали уходить в виртуальность? Просто потому, что им не хватало средств производства, но средств вообще никаких не хватало, не средств ни материальных, ни финансовых, ни технологических, которые позволяли бы им свои идеи, которые зарождались еще задолго до 2000-х годов, аж начиная с 40-х годов, есть отголоски определенные, что по большей степени в 70-х годах все эти философские идеи начали развиваться, соответственно, что не хватало ничего, чтобы, в общем-то, сделать, если мы не можем сделать здесь, хотя бы сделаем там. И вот здесь очень интересный момент, что в какой-то момент оказалось, что в физическом мире можно сделать намного больше, чем можно сделать в виртуальном, потому что оказалось, что веб еще больше не подготовлен к этим виртуальным пространствам, чем в физический мир. Я помню эту долгую историю, потому что я пытался наблюдать за этим проектом, несколько лет откладывали запуск того, что вот сейчас наконец-то выйдет в виртуальное пространство, в виртуальном пространстве у нас так не вышло, в общем, и мне кажется, даже мало кто помнит, чем дело закончилось, то есть в общем-то ничего не закончилось. Так вот, и это важный момент, что физический мир, когда к нему подошли через какую-то формализацию, через какую-то алгоритмизацию, оказалось, что физический мир предлагает, на самом деле, широчайший спектр возможностей для секторов, и именно в этом физическом мире есть куча всего, над чем можно экспериментировать, и, оказывается, куча идей, которые оказалось, что вообще неуплатимы никаким образом, и что они чересчур амбициозны, чересчур футуристичны, оказалось, что их постепенно-постепенно можно переводить в ранг уже конкретных реализаций. Естественно, те проекты, которые я буду показывать, они почти все-все являются экспериментами, потому что они являются не финалами, не финалами, не знаю, суперзнаниями, как раз их пока мало, но они уже являются определенными экспериментами, которые очень-очень близко уже во многом к реализации. По-разному, конечно. Есть и совсем футуристические проекты, но есть и очень конкретные проекты. Но их отличает именно то, что в 2000-х годов появилось понимание, что можно архитектуру, очень сложную архитектуру, очень сложную концептуальную, которая говорит нам о неком непрерывности, о какой-то автономности, о какой-то распределенности, о какой-то интерактивности, все это можно создавать в физическом мире. Интересно, что в тех же 2000-х годах появляется очень замечательный словарь, который назывался метаполис, где архитекторы описывали терминологию, которые как... То есть, условно говоря, в архитектуре есть определенная терминология, есть свои понятия, которые уже тысячелетиями развиваются, но на самом деле до 2000-х годов, в протяжении нескольких десятков лет, архитекторы породили очень много понятий и внедрили в архитектурные понятия, которые не были до этого никаким образом связаны с архитектурой, которые оказались в архитектуре очень применимы, и, в общем-то, они... Разные архитекторы объясняли разные термины, и когда его читаешь, это очень интересно, сам по себе очутило, потому что ты, в общем-то, видишь вот такой срез на рубежах этих 2000-х годов, срез того, как люди понимают архитектуру, и они действительно понимали очень интересно, что это, опять же, уже совсем не традиционная архитектура, в смысле не архитектура классическая, а это уже совсем постмодернистская архитектура, но оказалось, что когда смотришь с сегодняшних годов, с 2016-го года, будешь читать слова, люди, которые занимаются последующими экспериментами, создавали ещё пару таких словарей, которые существуют здесь. Хочется этот словарь, он в целом актуальный, просто это всего лишь треть текущего словаря, который хотелось бы, чтобы у архитектора было. и многие понятия, которые сейчас очень распространены, вы там просто не встретите, потому что они на тот момент не существовали. Прошло всего лишь, получается, 13 лет, не так что много. Теперь, конечно, перейдём к каким-то направлениям, которые пронизывают этот десяток лет, и начнём первое, наверное, с проекта, который был сделан в 2002 году, архитекторами Делиоскопидио и Ренфро, которые сделали проект затуманного павильона, был туманный павильон, в котором не было пространства, практически физического, не было твёрдого пространства, был вот этот некий туман, который наполнял пространство, делал всё пространство целиком материально. И, во-первых, что здесь основной интересно, то, что здесь, во-первых, у нас здесь развивается идея интерактивности, в том, что у нас здесь появляются люди, которые, если я сам не ошибаюсь, я могу ошибаться в каких-то деталях, они заполняли анкету, и им давали плащину, и они светились разным цветом, как люди разного, которые так или иначе заполнили анкету, они светились по-разному, и вы представьте, что когда выходит туман, то есть у вас есть пространство, который, в общем-то, вы не можете... у вас она непроницаема для... визуально непроницаема, но при этом вы видите свет, который идёт с тех или иных сторон, как то, что, собственно, этот свет просеивается внутри тумана, и, в общем-то, вы не видите людей, но вы видите заполненные пространства, заполненные этими пятнами. таким образом, что здесь интересно, по крайней мере, то, что может быть интересно именно текущему, сегодняшнему наблюдателю, то, что у нас пространство стало намного важнее, чем границы, потому что на самом деле архитектура, которую мы все строим, она основана, в первую очередь, на границе, то есть мы создаём полы, стены, потолки, то есть мы создаём границы, внутри которых что-то там происходит. И, в общем-то, то, каким образом мы создадим эти границы, в общем-то, формирует пространство, внутреннее пространство. А здесь абсолютно иная история. Мы создаём пространство, и у нас нет вообще никаких границ. То есть там есть конструкция, структура, без которой всё равно никуда. Нужно форсунки повесить куда-то надо, для воды. Но и там есть какой-то верхний уровень. В общем, без пола у меня боюсь. Пока, по крайней мере. В смысле, что мы и это преодолим экономизм. Но здесь именно интересно, что, в общем-то, здесь мы получили пространство без границ, и это пространство само по себе живёт, и оно становится материальным. Основным объектом является именно вот эта внутренность. При этом оно, естественно, ещё влияет на внешние ландшафты, и оно связано с ним, потому что, в смысле, у нас здание, вот это, так сказать, здание, оно, на самом деле, даже страница на картинке, оно, как бы, на самом деле, вне себя. То есть, у неё ещё границы размыты, у тебя, у вас нету специальной точки входа, собственно, где у вас точка входа в здание, в каком моменте вы уже внутри этого объекта, то есть, если он зафотуманен. Есть очень много возникальных вопросов, которые нам полезно задавать себе, когда вы проектируете нечто, потому что, на самом деле, когда мы создаём фасадную стену с дверью, в общем-то, и фиксируем, что вот мы теперь пересекли зону, теперь мы были вне здания, теперь мы внутри здания. Вот это на самом деле, это может быть совсем далеко не так, в смысле. И вот это размывание границ здания, это та вещь, которая требует осмысления, и, в общем-то, многие идеи, концепты, которые так иначе появляются, они, в общем-то, тоже направлены вот это ощущение размытости и пытаются понять. Но интересно, что до этого был проект павильона Босаки ещё в 70-х годах, где был павильон Пепси, это такой странный, колючий павильон, тоже самый себе интересный, в 70-х годах самое то, в смысле, вот, в такой оригами, но там была, они дополнили эту колючую поверхность форсунками, и в какой-то момент здание тоже покрывалось туманом, превращаясь в нечто такое, тоже непонятное, из которого торчит сегодня нечто. Очень сильно напоминает, в общем-то, то, что мы смотрели ещё на самой первой картине, то есть у нас есть некий объект, который покрыт туманом, и именно вот это отношение объекта и тумана является самым основным, самым интересным в разговоре человека с архитектурой, с архитектурным объектом, с архитектурным лошадкой. Я пропекусь сначала тогда по линии. Собственно, когда мы начали говорить о пространстве таком, то и разлытости его, то это задает определённую тему, очень интересную тему, вообще пока не развита тема, мне кажется, она является одной из самых сложных, но при этом она может дать в каком-то пределе нечто абсолютно невероятное и иное с точки зрения того, в чём люди будут обитать, жить, где они находятся. И это понимание того, что когда мы работаем с пространством, то мы работаем с неким полем. Вот этот полевой эффект, он связан с тем, что когда мы находимся здесь, в этой комнате у нас есть воздух, который нагрет по-разному, он перемещается, у него есть конвекция, и он создает тоже определённые пальмы, здесь может быть где-то прохладно, здесь может быть тепло, и получается что у вас тоже, на самом деле, в этом пространстве, в тепловом пространстве нет как такового, нет такой границы, у вас есть некое определённое состояние, которое переходит один в другое, и Филипп Рамко, такой актекар-художник, он сделал инсталляцию на одной из бьеннале, в Венцанских бьеннале, в 2008 году, он сделал инсталляцию, где он пытался говорить о том, что если мы будем управлять теплом, то есть колдым теплом, то возможно, мы можем создать архитектуру, которой не нужно будет, опять же, границы, которые нам необходимы для формирования зон, которые мы создаём. И, в общем-то, у него был проект, где есть некое квадратное поле, у нас есть пластины холодные, пластины горячие, у них появляется конвекция воздуха, и у нас получается некое градиентные переходы, плавные переходы от одних температур к другим температур. При том, эти температуры связаны ещё и с переходом влажности, о чём немножко в другом проекте поговорим. Так вот, если так получится, если мы можем создавать вот эту среду, может быть, мы можем сделать полноценное пространство жилое, где нам не нужны стены, не нужны практически полыны, то есть нам, в принципе, можно создать исключительно, основываясь на переходах, в платких переходах, температурных переходах, создать функциональные зоны. И вот у них был, в общем-то, на бинаре они представили этот проект, где у них были две пластины, вот это вроде тёплая пластина, а вот там насчёт всех, когда они попали, у них висела холодная пластина, и у них сидели люди, как бы вообще описывают эту среду, где, как бы, среду нового человека, новую среду для нового человека. Такая очень авангардная реплика, в смысле, что если мы, в принципе, готовы избавиться от стен, в общем-то, значит, мы можем в чем-то другом жить. Опять же, такие проекты, в первую очередь, нас заставляют говорить о многих этических вопросах, эстетически-этических, в очень большом степени этических вопросах, которые не может задать инженер, строитель, конструктор, которые должен задавать вроде как архитектор. И он должен, задавая вопросы, задавая проекты, он как раз с помощью этих вбросов может понять, в каком направлении действительно можно двигаться. и этот проект как раз интересен тем, что он, собственно, перевел вопрос еще в какую-то оптическую плоскость, прозрачности определенной, то, что здесь нам не нужны стены, может быть, нам действительно не нужны стены, мы можем по-другому себя вести. И уже в 2010 году был еще один проект, тоже такой же, метеорологический, где уже граница стала, где пытались создать некую границу, которая, она была создана, где само пространство создало границу. Пространство, я имею в виду, в данном случае, опять же, в метеорологическом смысле, в смысле, что у нас есть воздух, он может быть влажным, может быть холодным, может быть теплым, но сухим. И, соответственно, меняя два этих параметра, мы можем создать некую границу, границу тумана, которая устойчива, контролируемая границу тумана. И вот был проект, где они в арсенале сделали такое висящее облако с помощью очень простой идеи. То есть, она простая идея, я думаю, что она не потребуется для технических исполнения довольно-таки очень много времени и технических средств, экспериментов. Но стайл очень простой, что у вас есть внизу холодный сухой воздух, у вас есть сверху тоже сухой, но уже горячий воздух, а в середине вы вседаете теплый, но влажный воздух, и в этом пространстве создаётся туман. В общем-то, как он создаётся в атмосфере у нас над головами. То есть, такое, простое атмосферное явление, но оно контролируемое с точки зрения высотности. То есть, что мы знаем, если мы правильно распределили два параметра, мы можем создать конкретный облак в конкретном месте с конкретной границей. Граница очень, на самом деле, тонкость, переход от прозрачного воздуха к затуманному воздуху. Таким образом, пошла следующая история с разностью, что мы теперь уже с помощью пространства создаем границы. Зачем нам реальные границы? Давайте делать границы, созданные этим самим полем, гвозд в воздухе как поле. Пока таких совсем очень интересных проектов, связанных с такими технологическими вещами, я не видел, но в целом само направление нам рассказывает именно о том, что давайте попробуем работать с полевыми эффектами. И здесь возникает куча разных предложений, связанных с тем, как мы воспринимаем пространство в целом и границы в целом. И так, например, проект продакхаус, который в 2019 году был сделан в рестернациации, он как раз тоже в целом на самом деле о том, как у нас перемешаны понятие структуры, границы и пространства, потому что у нас все оказывается немножко не точно определимо. Как вы видите, уже тогда была простая идея, как бы попытка создать, представить, если у нас будут некие 3D-принтеры в будущем, появятся наши дни, которые могут строить полномасштабные здания, то каким видом это должно быть здание? Какой у него должен быть образ? Понятно, что наши конструкции определяют образы здания. Понятно, да? Даже у нас софт определяет образы здания. В 90-х годах я помню, что все говорили про архитектуру архикада. То есть, когда было видно, что это было сделано в архикаде, или это было сделано в Требдемаксе, которое было видно просто. То есть, инструменты в конструкции, все это определяет в конечном счете, то, как мы сделали здание. Так вот, ребята задались вопросом, а каким должно быть здание, если у нас есть 3D-принтеры? И они попытались это создать. Естественно, это полноценная нормальная проектность, что они сделали много исследований, связанных с конструктивными то есть, эти волокна, которые вы видите, тонкие волокна, они рассчитаны не простым способом, а именно просто рассчитаны с помощью логарифов, то, как они должны проходить, связываться так, чтобы создавать и переносить нагрузки правильным образом. Но здесь важный момент заключается в том, что опять мы потеряли, это не просто некая оболочка, которая фиксирует наши границы на внутреннее пространство, а то, что мы имеем глубокие конструкции, в которых, в общем-то, нет конкретного фиксации. Вот у нас фасад начался, и вот дальше у нас есть фасад, который непроницаемый. Здесь, по сути, весь объект является проницаемым, просто в какой-то степени проницаемым. У него есть определенная степень проницаемости. Об этом проекте, в общем-то, можно еще говорить вот по поводу другой темы, которую я вернусь позже. Это связано, собственно, с тем, что с той самой стритопечатью, что, вообще-то, мы как бы изменяем средства производства, в целом средства производства, и это очень сильно влияет на то, что мы можем делать с архитектурой. Об этом чуть позже. И в то же время появляются все-таки арт-проекты, например, как вот этот, где у нас остаются опять пустые общие пространства, и у нас появляется ощущение 3D-пространства, что у нас, опять же, мы пытаемся все избавиться от пола. Это, в общем-то, наш последний реальный барьер до пути к потрясающим будущим. Потому что, более-менее, мы начали понимать, как избавляться от стен, потолков. Хотелось бы понять, в общем-то, как избавиться от пола. При этом, чтобы он, естественно, мы должны как-то находиться и быть. И, кстати, эта метафора, она очень часто поменяет, потому что, если вы посмотрите за последние 15-20 лет проектов, где у нас появляются каких-то музеев, не знаю, или что-нибудь еще, где у нас появляются стеклянные полы, которые позволяют нам проницать. Это тоже, на самом деле, концепт, который идет очень долгий. Понимание того, что хочется избавиться от некой проницаемости, контролируемой проницаемости. Понимаете, что мы не хотим просто иметь воздух, просто все в воздухе находимся. То есть, что мы, в любом случае, должны контролировать, настраивать эту проницаемость с разных точек зрения. Начиная от визуальной проницаемости, и проницаемости в барьер, физической проницаемости, проницаемости звука, проницаемости каких-то определенных спектров света и т.д. У нас много чего есть сконтролировать здесь, и архитектор, на самом деле, занимается с помощью стекла. Но мысль об этом хорошая, надо об этом думать, как расширить свои инструменты для управления проницаемостью. Так вот, вернемся, мы прошли сейчас по одной веточке, сейчас пройдемся по другой веточке. Следующая веточка — это у нас работа с некой автономностью, и с тем, что попытка придумать то, как мы можем сделать архитектуру, ее появление, генерацию, производство ее автономным. И эта концепция, она тоже не очень, на самом деле, новая. Сейчас мы поставим ее назад. И посмотрим на проект... Лилипот — это проект одной из авторов архи-грэма, который проект был сделан еще в 65-м году, где они пытались понять, как можно было бы создать не машину и отдельный дом, а машинный дом, который мог бы быть автономно как-то перемещаться, автономно работать. И тут же, их же проект в этом направлении, когда они пытались сделать автономный дом, который был бы одежды человек, который превращался бы в некий дом. И вот эта идея, о том, что хочется автоматизировать и автономизировать архитектурный объект, в 70-х годах на волне хипстерства, точнее, еще хиппи, она там развивалась. И вот они даже делали инсталляции, где они помещались в таком надувном шаре, пытаясь рассказать об этом самом автономном доме. И эта концепция говорит очень важную вещь, что у нас, в общем-то, наш архитектурный объект, может быть, если у нас появляется автономность, значит, у нас появляется еще и то, что он является непостоянным. Это тоже очень, в смысле, сразу несколько концептов идут сразу разным. Если у нас есть непостоянство, значит, у нас, в принципе, наш объект, в общем-то, может быть объектом как какого-то. И в то же время, значит, он может перестраиваться постоянно. И то, что у нас, может быть, постоянно обновляться и новым. Кстати говоря, идея тех же полей, когда мы работаем с пространством, мы пытаемся формировать ее через отношение разных характеристик работы именно к пространству как с полем и меняем их характеристики, это, в общем-то, тоже, в определенной степени, вопрос возможности перестраивать и переорганизовывать нашу среду. Так вот, а для того, чтобы это сделать, нужно что-то, опять же, иметь. Нужно иметь новые средства. И здесь есть один проект, очень важный проект, который является, возможно, мне кажется, он станет одним из самых главных проектов времени этого всего времени, который у нас был. Это проект «I've heard about», который сделал под руководством француза Роше, был сделан в 2005 году. И он одновременно технологический, одновременно очень философский и такой социальный проект. В нем это одновременно манифест, очень жесткий, очень футурологический манифест. И в то же время попытка под него подвести определенную техническую основу. О чем он, собственно, говорит? О том, что мы можем создавать архитектуру с помощью роботов, которые будут постоянно доращивать наше здание, наше, собственно, вот это здание, постоянно, в зависимости от того, какая у нас будет социальная потребность. То есть мы будем постоянно создавать новые, перестраивать старые нега-структуры, они будут выставлены по определенной логике, то есть у нас будет определенная логика реагирования на социальные запросы, то есть у нас, в основном, будет формироваться определенным образом, у людей будут некие инструменты для того, чтобы самоорганизовываться и создавать некие запросы, формулировать этот запрос, на него будет автономно реагировать эта мега-структура. Автономно, в смысле, что она будет принимать решение, точно мы здесь сейчас строим какое-то пространство общее, здесь мы формируем какие-то локальные ячейки и так дальше. То есть каким-то образом структурируем среду и структурируем на основе определенных логаритмов. Они даже создали прототип этих логаритмов, вы видите, что у вас есть расчет того, как мы должны выстраивать эту мега-структуру, но важную разницу, что у нас появляется робот, первый автономный робот, который, наверное, встречается по-настоящему, как идея, концепт. я, честно, не видел проекта до этого, который раньше сформулировал идею того, что давайте сделаем некого, не просто какую-то строительную площадку, на которую мы будем его автоматически возводить, а именно что у нас будет некий робот, который будет лазить по зданию и его достраивать. Интересно, что в общем-то они ссылаются на технологии, которые то есть это 2005 год, они ссылаются на технологии 2002 года, где был сделан вот этот проект небольшой чип-установка, который позволяет формировать контур. Предполагали, что когда-нибудь могут быть здания. Франсуа Рош пошел дальше, и он создал, в общем-то, идеи на то, что раз мы можем сделать это, давайте пойдем дальше. И, в общем-то, за три года он всего лишь сделал этот супер-скачок, на самом деле, в понимании того, что можно перейти к уровню, когда у нас здание будет создаваться с помощью автономного какого-то автономного робота. И в 2006 году у меня тоже был проект, дипломный проект был, где, в общем-то, вот эта концепция автономности так же таким же образом разбиралась. На тот момент, кстати, я даже по ней не имею права этот проект, в связи с тем, что у нас даже интернет не было на тот момент. Мало того, чтобы поведеть, были такие времена. Так вот, и здесь как раз разбиралось то, каким образом можно создавать объекты, постараемся перестраивать в зависимости от того, в какую среду они попадают. это был проект некого такого пространства, которое для проведения показа нового искусства. И, в общем, туда было впихнуто как раз несколько концепций, связанных как раз с интерактивностью, что там можно будет взаимодействовать. то, что, в общем-то, главная роль значит, что у вас есть роботы, которые просто приезжают к вам отсеки, контейнеры, в которых находятся роботы, и комплектующие. И эти роботы формируют в новом ландшафте, в новом городе, формируют площадку, и надувают некую такую конструкцию, которая может действовать максимально автономно. Не нужно много людей, которые строят. У вас все происходит максимально автономно, у вас есть некая пара операторов, которые за этим следят. И при этом у вас конструкция, каждый раз, она универсальна априори, и это тоже еще одна тема, в том, что у вас есть универсальна априори, поэтому вы можете сформировать множество разных форм, в зависимости от того, какого у вас ландшафта существует, в зависимости от того, какое место есть, есть ли необходимость в большом или маленьком пространстве. и плюс, соответственно, вы можете, имея какое-то количество роботов, перемещаться одновременно, одну конструкцию, большую конструкцию, разлагать на много маленьких, и их уже маленькие, перевозить в маленькие, и там быстрее. и тут как раз появляется важный момент, что у вас, когда вы работаете с этой автономностью, некой универсальностью, у вас появляется необходимость в появлении неких унифицированных элементов, изменяемых унифицированных элементов. т.е. это не конструктор, как таковость, у которого уже готовы элементы, как лего, например. У вас есть лего, где у вас кубики, есть набор кубиков, но сами кубики не меняются, и у вас все равно можете создавать довольно-таки ограниченное количество объектов с помощью них. а то, что вы, в принципе, имеете агрегат, гранулированный агрегат, который состоит из множества подобных элементов, они могут быть одинаковыми, они могут быть совсем, и немного отличаться, точнее, видоизменяться в зависимости от того, что у вас есть, и вы таким образом получаете опять же некое поле, которое может описываться с помощью нескольких характеристик, потому что у вас есть подобные элементы. с помощью подобных элементов. И, таким образом, получается каждый раз разное пространство. И вот по поводу агрегатов интересно посмотреть один из проектов, начальных проектов по поводу таких агрегатов, это, например, в то же самое время, в 2003-2004 годах, было много экспериментов в связи с тем, что вы как можете создавать, имея один элемент, вот видите, есть некий крест пространственный, имея кучу таких крестиков, вы можете создавать разного рода пространство. Каким образом? то есть у вас есть некие границы, в том числе шариков они создают полости внутренние, засыпают этими крестиками, соответственно, они сама зацепляются друг за друга, у вас получается, то есть эта конструкция она сама зацепляется, у вас каждый отдельный элемент он вообще-то ничего не несет, но когда они все вместе зацепляются, у вас получается жесткая конструкция. При этом интересно, что они пытались это все симулировать, уже все, опять-таки повторюсь, уже в 2002-2002 году уже ребята поняли, что надо переходить в физический мир, но его можно подкреплять с цифровым моделированием, то есть нужно сделать так, чтобы мы могли проектировать не с модели, а имея более широкий спектр возможностей цифровых, мы могли бы, поняв, как работает физический мир, мы могли бы перенести его в виртуальный, собственно, и с помощью виртуального мира снова создать физические виртуальные, уже создать те законы, которые позволят нам создать физические объекты. И вот они, собственно, пытались моделировать разного рода вот эти агрегаты с помощью разных форм, и вот эта тема с агрегатами, она, на самом деле, еще будет много-много где просыпываться, если вы будете внимательно наблюдать, например, за такими изданиями, как, например, вот у меня здесь есть каталог, просто Archive Slow Design журнал есть, где несколько лет подряд, они там с каждой периодичностью в пару лет выпускали какие-то журналы, где конкретно именно рассказывалось о новых структурах. Я не буду говорить именно о новых структурах, связанных с тем, что у нас сами по себе поменялись конструкции, потому что об этом, мне кажется, уже вырыли на других лекциях. мне как раз я пытаюсь цепиться за эти вещи, возможности, которые просто не были артикулированы в предыдущих лекциях каких-то, и которые обозначают именно само понимание вот этого перехода, что важно, опять же, мне кажется, перехода от одних устоев, связанных с пониманием, что такое конструкция, как кровать, что у нас есть некие элементы, они проектируются, потом они с другом сопрягаются в определенной степени, здесь же мы вообще-то, вообще у нас нету никакого, у нас в данном случае нету никакого чертежа финального, у нас есть чертеж внешних границ вот этих вот полостей, а потом мы просто, и чертеж, собственно, одного элемента, потом он вроде накидывается сам, и у нас формируется пространство, которое оно нужно, но мы понятия не имеем, в смысле оно получилось, у нас есть некий рецепт, у нас нету чертежа этого пространства, то есть только мы отдали как бы физическому миру, сделать за нас определенную работу, понимая, как это физически работает, и каким образом мы его ограничиваем, и понимая, что, в общем-то, то, что он получил на выходе, будет действовать именно таким образом, как мы решили. просто в деталях мы уже не вдаемся, то есть нам уже не интересно, каким образом они с каждым из этих элементов друг с другом связаны. Они связаны так, как мы придумали, что они могут быть связаны. по принципу одинаковых или подобных элементов есть много разных экспериментов, я просто покажу несколько, как это развивалось. кто-то будет, да. сделано в данном случае, вы увидите проект, где у нас есть, где вы ставите стена с помощью роборуки, где у нас, естественно, также есть один элемент, он тоже не изменяемый, но мы меняем пространство и положение. но мы, в данном случае, его контролируем. При этом здесь, вот, следующий, другой вопрос, другого рода, что кирпич имеет свой свой, у него есть габариты, у него есть вес определенный. Соответственно, есть определенные пределы, когда мы кладем кирпич на кирпич с определенным излишком, когда этот кирпич еще не падает. То есть еще гравитация не действует нам не на пользу. То есть они другого рода должны лежать. Соответственно, опять же, понимая, как работает физический мир, как работает распределение масс в кирпиче, и как они будут держаться, у нас есть определенные ограничения. И у нас, соответственно, есть определенная возможность, что мы можем их ставить определенным образом. Есть определенные ограничения, связанные с тем, что в какой-то момент, если мы поставим немножко не туда, он может просто упасть, иначе все у нас дальше не пойдет. Будет разваливаться. И с помощью этого мы можем, введя два правила, точнее, пар, серию правил, мы можем, соответственно, создавать сложные конструкции, при этом они абсолютно не... То есть они сделаны исключительно на работу только на гравитации. Здесь нету рангового расторга, ничего нету. Здесь только есть робот, который знает просто, как точно положить, с очень высокой точностью. Тоже интересное параллельность. Также работа с неким агрегатом, если понимать под агрегатом, некая сочетаемость более-менее одинаковых элементов. То есть у нас был, по сути, в общем-то, агрегат, в данном случае, это нужно воспринимать как очень макро-материал. То есть у этого материала есть молекулы, химические элементы, и вот они между собой создают некую микро-структуру, которую, когда мы смотрим на это уже с нашего масштаба, мы воспринимаем его как материальный блок. В то же время те же самые законы мы можем перенести на уже макро-масштаб и, собственно, ими же пользоваться. Есть, например, шуточный проект, мне просто нравится то, что он смещает, опять же, с точки зрения. Очень важно вообще-то каждый раз не пытаться сместить вопрос. Здесь вопрос был такой, что если у нас есть вот такая... я думаю, что многие из присутствующих работали в 3D-максе, то есть такая беда 3D-максеров, то они берут там всякую кучу элементов, просто друг на друга их вставляют, и там коктейли складываются, пересекаются каким-то образом, и вроде как красиво, но понятно, что физически они же не могут пересекаться. И был вот этот шуточный проект, который делал Гарри Клин, тоже основатель цифрового трактона в архитектуре, где они взяли одинаковые элементы, в трехмерном пространстве их понакидали, они пересеклись как-то образом, но мы теперь-то имеем уже цифровую машину, которая теперь знает места их пересечения, и мы, соответственно, можем пройти по этим сечениям, все пересечениям этих, вырезать все, и у нас реально эти элементы физически уже смогут за другом связаться. То есть таким образом мы ошибку цифрового мира смогли ошибку, я помню, как мы всегда смеялись над этим, когда студенты это делали, ну что, все должно быть перевязочкой. Вот мы накидали, взяли цифровую машину, робота, он нам все зафрезеровал, и вот мы получили сложную форму. И вот они до свидания, где они взяли просто желтых уточек и сделали друг другу в прилире, вот таким образом, вроде какая отхаренция, такой элемент, не уточка, что угодно, так же мы можем оставляться. Это тоже такая отдельная тема. У нас не совсем осталось немного времени, я обещал 2 часа, поэтому я уж не буду показывать очень много проектов, которых тоже, в смысле, еще загадал очень-то много. Мне в конце хотелось показать, как это еще работает с биологией, потому что многие вещи, которые, многие идеи, которые так или иначе приходят нам из физики, из физики тела, из химии, именно идеи, в смысле концепции, как агрегированное, как материал, как работа, конструкция материала, многие вещи приходят из биологии. И то, что называется биомиметикой. Но, мне кажется, здесь надо немножко шире рассматривать этот понимание, в смысле, что мы, в принципе, например, эволюция, это, например, эволюция, это исключительно биологический процесс, или вообще-то он имеет, на самом деле, много физических похоронений, в смысле, он физический процесс, на самом деле. То есть биомиметика, это чуть более узкое понятие. На самом деле, надо понимать, что, имея много вокруг биологического, мы можем, понимая, как это работает, в принципе, переносить это не даже не переносить, а создавать собственные вещи, собственные концепты, просто зная, в смысле, что не то, что биомиметика переносит из биологии в искусственную среду идеи, а можно, в принципе, просто имея другой багаж знаний, которого у нас мы не имели еще 30 лет назад, 100 лет назад, мы можем, в принципе, создавать уже концепты на другом уровне, абсолютно другом уровне. Но сейчас очень много проектов, которые вы встретите в отношении, они все время ссылаются на природу. Хотя, мне кажется, это зачастую, и, кстати, я так говоря, даже признаюсь сейчас, авторы, которые делают, что это зачастую скорее просто дань необходимости, что мы просто изучаем что-то биологическое, чтобы нам стартануть от чего-то, но потом вообще-то очень произвольно используем то, что было найдено в этих биологических, и делают что-то новое. Новое получается, в смысле что? Назвать это биомиметикой уже не совсем корректно с точки зрения просто самого процесса, методологического процесса такого чистого, но оно так и иначе связано с природой. Ну, первый вот этот проект, где также у нас есть, естественно, много подобных элементов, но в данном случае это тонкие листы шпона, которые, как показано здесь, работают, подобно тому, как работает шишка. То есть, когда у нас распускается, в зависимости от повышения влажности, у нас начинают элементы немножко подскручиваться. И, соответственно, если мы меняем, у нас будет меняться влажность дифференциально, извините, по градиентам, значит, что у нас будет сверху большая влажность, снизу, малая влажность, соответственно, мы получим переходы, когда у нас будет конструкция самораспиралась, саморегулироваться. И вот это тоже саморегулирование, это, в общем-то, один из интересных вещей, который, один из суперконцептов, который перешел к нам из биологии в понимание. Но можно доказывать его как угодно, в смысле, что, в данном случае, опять же, взяв этот суперконцепт, я думаю, что он очень всевозможный, здесь очень много всяких разных обстоятельств, которые можно изучать по поводу саморегуляции. Но, когда мы переходим в саморегуляцию, в принципе, то в искусственную среду мы здесь можем наворотить еще очень много всего. и это, в данном случае, это один из конструктивных моментов сделан. Или, например, таким же образом сделан отдано биологии, и здесь, с другой стороны, на это биологическое переходить. Мы имеем проект в MIT Media Lab, где у нас есть конструкция изначально, и у нас есть живые шелкопряды, которые придут шелк. И этих шелкопрядов запускают на... сначала протянули первоначальные нитки, к которым шелкопряд могли перемещаться. А дальше, собственно, все, закрепили. Дальше шелкопряд действует автономно, абсолютно не знаю, что они являются, в данном случае, строительными. и таким образом у нас появляется синтез искусственного и живого, где они находясь в определенной параллельной реальности. Мы-то знаем, что они есть, а они-то про нас ничего не знают. Они создают нечто, что может быть очень сильно полезно для нас. И при этом у нас появляется некий биосиноз, некая микробиологическая система, в которой, в общем-то, мы, они и конструкция существует вместе. И это направление тоже еще только-только начинает приобретать какие-то обороты, потому что есть очень много проектов по этому поводу. Они сейчас в меньшей степени архитектурные, в большей степени связаны с уровнем дизайна или что-то еще. Или создание, например, материалов нового. А в данном случае они попытаются сделать новые конструкции, переход от материалов конструкции. Материалы, которые формируются с помощью неких биологических процессов, сейчас довольно-таки много и таких экспериментов. И дальше переходит в какую-то промышленность. Но именно создание конструкции, которые можно было создавать с помощью биологических материалов, биологических процессов, их мало. нужно в какой-то выбор. И по поводу самоорганизации и самооргуляции, покажу еще один, может быть, второй, последний проект, где этот проект запустится. И запустится. Вот. Так вот. где Нэри Оксмонт, которая одна из руководителей команды, которая делала предыдущий павильон, они разрабатывают, они пытаются переосознать природные формы, алгоритмы, которые создают природные формы, и то, как они могут быть вообще-то перенесены, собственно, бьется носкость, сочетаемость человека и неких других организмов, которые, в общем-то, в обычной жизни не сочетаются, создать из них некую единое целое. И, в общем-то, есть несколько просто параллельных экспериментов. Первый один из важных экспериментов связан с в принципе созданием форм, которые действуют по физически-биологическим правилам, которые строятся на процессе самоорганизации и саморегуляции, например, когда у вас есть форма из мелого внимания прореферирована, то есть начинает размножаться, и, соответственно, у вас есть определенные границы, когда ты упираешься сам в себя, и, соответственно, создаются определенные морщинки, какие-то например, наш мозг таким образом создается, что у нас просто так много мозга, что он не может укомплектоваться никак иначе, как складки. есть ребята из Descriptive, которые пытаются этот процесс создать модели того, как можно такую форму создавать. на основе этой формы создают еще и такие тела, которые с полосами внутри которых живут биологические существа разных типов. их мешают, они рады по-разному светиться, но они пытаются довольно-таки абстрактно пока не пытаясь сейчас добавить это в каком-то конкретном функции, пытаются понять, что из этого может быть. и здесь тоже очень важный момент, что у нас в российской действительности очень мало вообще архиаторы дают шансов поэкспериментировать, в смысле, что они все время могут экспериментировать, максимум над формой у нас кубик будет или немножко спраблютирует тот эксперимент, который стандартно у нас в архитектурных кузовах дается. Если есть стандартный экспериментальный код, когда вы убираете некое ограничение, например, вы можете убрать ограничение связано с тем, какая здесь функция, никакой функции, убрали функцию. Поэтому так много экспериментов ведется в виде создания павильонов, в котором просто павильон есть действия. Но это позволяет сделать несколько шагов вперед в нефти и в других направлениях, имея уже другой абсолютно уровень в этих направлениях, вы можете вернуться обратно и добавить ту же самую функцию или добить какие-то вещи, связанные с конструктивной жесткостью. в общем-то вот еще я хотел проект показать, который здесь никогда не запускается. пример то же самое, просто хотел показать смысл. Вопрос еще по саморегуляции сервисов регуляции, как мы можем создать отдельные объекты, отдельные элементы, которые будут жить автономно, но при этом могут собираться в сложные структуры. и по этому поводу существует очень много проектов, и вот то, что я сейчас показываю, это проект, который делался в Цюрихе в 2008 году, причем этот, на самом деле, проект, который он шел, если вы там посмотрите, в 2008 году экскизы, в 2013 году реализация. То есть целых пять лет, то есть это, на самом деле, очень много экспериментов, причем в большей степени технических, технологических, чтобы понять вообще, как мы можем создать структуру, создать вот этих автономных роботов, таких, это не квадро, это просто как-то одна, с одним парпеллером, которые могут соединяться вместе и создать в ней вот такие летающие пластины, которые летают. В общем-то, проект, который я хотел вам показать, это просто последний проект, не знаю, он вышел, не знаю, пару дней назад, опубликовал у нас в YouTube DRL, который, да, с интернетом, где у вас есть маленький автономный робот, с которым могут собираться в некие архитектурные объекты. Поэтому тоже по этому поводу очень много экспериментов в архитектурной ассоциации, можете посмотреть, если вам интересуетесь. это очень легко. Это тоже направление, где у нас есть и роботы, и агрегаты, и интерактивность, потому что нам нужно собирать это. И вопросов на сегодня на текущий момент, естественно, намного больше, чем у нас ответов. На самом деле, в общем-то, мой основной призыв в данной лекции, пытался сказать, что на самом деле эти вопросы требуют разрешения. У нас есть очень много вопросов, которые тянутся и философских, и этических, и эстетических, технологических, технических. Очень много вопросов, которые архитектору стоило бы подумать и чем позаниматься. И надеюсь, мы этим тоже будем всем заниматься. Спасибо. Надеюсь, вопросы какие-то. у меня такой вопрос, выполнение в коллективе про идею поля, и мне кажется, проще найти идею раскрытия поля мебели, и это может быть тоже примером того, как создается зонирование без стен. Здесь может быть слишком изощренные... Мебель точно тоже граница. Почему? Нет, если мы говорим о поле, о множестве каком-то, которые могут образовывать зоны, при этом они могут быть тоже... Мне кажется, даже самый простой пример, это если взять площадь, поставить на нее много стульев переносных и дать людям возможность их передвигать, то тогда это и будет... Да, тоже проектов таких много, да? На самом деле, если вы пихаете сюда все проекты, и они не состоят возможности. есть такие проекты тоже. Эксперментирующий например, был проект с палетами, где сначала формировали начальное пространство из палет, а потом позволяли людям брать палет и стоять туда хотят, и таким образом можно было принять печать. Есть проект, где у вас есть объемы сложные, которые можно состыковывать. это тема, на которой тоже нам говорит о подобии, самоорганизации, о деформации, континуальности, непрерывности, непрерывности, непрерывные во времени изменения и непрерывное осуществление полученных в пространстве. В таком контексте можно было бы провести проекты реализованные. Если почитать манетест Макси, он будет построен на этой идее, что это бесконечный путь, на котором меняется мебель, поэтому происходит переосмысление пространства именно в самом же здании, потому что здесь проекты более концептуальные показаны. У меня было как раз и пытался отказать конецкому ситуацию, что идеи, когда начинают прорастать, есть много очевидных решений, связанных с временем. Они очевидны, значит, они еще реализуют, их можно реализовать, сделать, и все будет хорошо. Другой вопрос, что есть еще куча вещей, которые требуют экспериментов, потому что у нас нет четкого прямого ответа. И мебель это как бы да, но есть, и отлично. То есть, если будет задача такая, никто не посмотрит на вас пост, если вы используете именно этот метод для решения ее установки мебели. Но если мы говорим все-таки о попытке показать некое движение, некое будущее, куда это идет, нам все-таки показать без экспериментальных проектов не было не меньше. Спасибо. А второе, у меня замечание, это вполне тоже было, такое, которое связано скорее с не технологической частью вопроса, а с эстетической. и просто сейчас как раз примерно с нулевых годов появляется или даже с 2008 года все больше манифестов, которые делают уже, не знаю, какое-то другое поколение архитекторов, которые уже были выращены в парадигме компьютерного проектирования и наоборот выступают за то, что мы не можем сейчас родить какую-то новую эстетику в компьютере, и поэтому нам нужно вернуться назад и начать заниматься эстетикой, таким просто творчеством ну не знаю, мне кажется самое интересное я на эту тему читал у архитекторов Moss такие есть в Нью-Йорке и у них есть несколько проектов, которые в начале нулевых вошли там книжка была from to design что-то такое допустим в этой книжке есть проект а теперь они переходят на это такой очень странный уровень совмещения постмодернистской идеологии где они накладывают какие-то смыслы так же как это делал постмодернизм в виде каких-то элементов или форм но допустим совмещают это с таким подходом как был у Грега Лина когда он эти утки друг в друга вставлял и получал какую-то новую вот именно эстетику вот и не кажется ли что сейчас уже параметрическая идея она сводится все больше и больше к какому-то технологическому аспекту но если уже говорить о эстетике то она как бы в какой-то момент выбыла из игры и мы не можем пока что ничего нового с точки зрения эстетики через компьютер привнести нету 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 это на самом деле нету никакой параметрической одной параметрической методики есть пространство тотальных экспериментов эти ребята занимаются одним экспериментом есть другие ребята другая есть куча всего если вы возьмете действительно много интересных проектов которые можно так называть параметрические на самом деле вы поймете что таких традиционных параметрических штук я даже ни одной не показал вообще ни одной не показал то есть я специально на себя пошел это тоже отдельный разговор был это то что все считают параметрическим на самом деле еще есть 99,9% вообще не связано с той эстетик про которую вы говорите на самом деле есть еще куча всего что может быть вообще за грань осмысления как постмодернизм например то есть это постмодернизм не модернизм и пост что это мне кажется вопрос авторства на самом деле то есть я вообще против того чтобы чтобы эти все вещи пытаться возвести в какой-то стиль нету стиля все слава богу нет мы избавились от него больше нам его не надо не надо вам его навязывать никому не надо его навязывать делать что хотите это должно быть просто круто если нету какой-то не надо себя специально подгонять под какую-то идеологию и так много слишком много вещей с которыми можно работать вопрос у меня есть двойной вопрос и вообще преамбул касательно проницаемости границ и их нематериальности пока вы рассказывали о том поведение 2002 года с Турстаном для меня было открытием сегодня фишка в том что я вспомнил рассказ я сейчас могу ошибиться с названием фантаста Карлана Эллисона фантаста очень знаменитый рассказ наверное готов только к 70-80-х вот сейчас приангул в том что в глубоком будущем люди расселившись по планетам галактикам весьма далеким от земли настолько сильно стали отличаться друг от друга по устройству обществ на в своей системе было свое мироустройство всегда и фишка в том что человек который с очень ну из какой-то военной системы где все максимально жестко где люди вплоть до того что прием пищи сожжался в одиночестве в закрытой комнате с одной лампочкой просто потому что так было принято и попадает он на планету где все люди живут в настолько нематериальных ну это даже не дома это просто пространство то есть там не было ни стен ни потолков в лучшем случае небольшие поверхности материальные которые служили столом спальным местом для этого было излишество так вот он не воспринимал не обнимал и суть рассказа очень печально там все кончилось весьма грустно потому что он не мог это дело воспринимать и в итоге все кончилось крайне печально так вот готово ли общество или должны архитекторы это общество подвигать такими спирентальными проектами к тому чтобы в головах у людей началось какое-то смещение что же нематериальности и проницательности границ мне кажется оно происходит потому что тот же новомодный mixed-use который распространен везде в урбанистике он же про ту самую в смысле проницаемость это про те же самые наложения тренирования разных полей про то что то же самое только на другом уровне и с помощью людей если как актеров а не с помощью элементов как я показывал здесь на самом деле опять же методологически это очень похоже на самом деле и люди воспринимают это просто нельзя сразу посадить мне это кажется плево мне не нравится эта штучка все прекрасно но понятно что будет сначала удел может быть немного я не удивлюсь если во-первых так много проектов всяких вилл где уже очень сильно похоже на такую пространство и и даже вместо дроидов у него был стеклянный дом буржер вот король поэтому и плюс в принципе люди сейчас начинают программировать до всего 6 лет значит если они начали делать значит у них есть определенное понимание в принципе других процессов другое понимание процессов связанности на самом деле когда люди изучают программисты они меняют тип мышления потому что у тебя выстраивается другим образом логика событий у тебя становится более жестким при этом она становится связанной внутри а связанность проницаемости для меня проницаемость не значит что давайте смотреть другим голову я не про это говорю здесь есть много слоев проницаемости о которых стоит попробовать подумать и те же пространство постепенно ландшафт городской переходит в здание уже десятилетиями практикующий способ это здание смешать с городом оно про то же самое у нас появляется больше технических средств и больше появляется реальные возможности опять же обращаясь к книге про которую ты говорил там критушку с лампочкой мы умеем сделать это не проблема для нас захотелось сделать а сделать пространство которое действительно нематериальные люди это вызов который можно сделать чтобы была альтернатива просто вопрос восприятие пространства и не просто комфортность или удобность приятность среды это еще и какая-то социальная атропологическая история это уже ощутимо в ней и дальше архитектура какую-то философию заход социологии ну то есть это все очень-очень глобальнее чем организация пространства безусловно если у нас вот эта штука это самая лучшая граница на самом деле в метро когда вы едете это тоже психологический способ ограничения без границ если понимать что такое существует что есть способы психологического разграничения пространства например как уткнуться в телефон и тебе закончить собственный процесс это тоже часть архитектуры теперь мы забываем о таких вещах и есть эксперименты где захочешь вот если рядом с тобой ходить в голове ты будешь замечательной смотреть вконтакте может быть тебе и нормально будет вот а если то есть еще очень много средств не опознанных абсолютно которые которые можно применять можно вопрос архитектура она как в данный момент является сферой материального мира все эти вопросы отсутствие границ когда все это в сферу подсчета денег жилье которое стены перетекают в пол и когда приходит задание площадь должна быть такой в пересчете на деньги какие-то вещи вот как ты считаешь как вообще может произойти переход чтобы нелинейность отсутствие границ она ушла из области а потому что сейчас все эти объекты скорее скульптуры такой перформанс перешли уже в массовый такой то есть как может произойти потому что когда ты допустим в пояснительной записке будешь писать то что строительный объем непонятен потому что у меня облака дыма или там пол он переходит в стены и переходит в потолок поэтому непонятно какая у вас больше квартира будет как на твой взгляд вот эта история она уже в принципе десятилетия развивается но она вся опять же я смотрю крутится вокруг такого парта как вообще может произойти на твой взгляд этот переход я думаю примерно так как произошло между этими двумя зданиями приехал потому что на самом деле здесь же эта фишка была когда Серкуз начал говорить про то что мы сделали штуку как конструктор и он очень всегда сам на лекции даже постоянно говорил что вот есть вот эти чуваки которые строят свои здания как куча бабла вот они строят с помощью миллиона строителей вот а мы взяли собрали и он утверждал фразу если бы приводил пример если бы огурец постеров что если бы огурец постер делался как мы говорим он будет стоить 10 раз дешевле на существенное так вот в смысле это правда текущие здания которые действительно строят дешево они строятся по этому принципу я помню на лекции я был у него даже в его проектах в основном все эти структуры это оболочки а внутри оболочки обычно это не искусство пока не появилось тех конкретных технологий которые смогли бы ответить на вопрос как это можно а реально изменять а б делать функционально пока нам нужна какая-то полоска внутри которой находиться те же самые пластины голодные горячие то есть что нам нужно что-то ограничивать и нас ожидает еще куча экспериментов может быть 50 лет до момента когда мы сможем сделать такой же переход от этого к этому я помню даже студенты они рисовали эти дома герои потом начинали рисовать лестницы и расставлять мебель и все это ломалось а как здесь расставить мебель куда повесить туалет и кровать все криволинейно лестница непонятно как она идет плюс люди эвакуируются и все это ломается потому что форма красивая организовать это опять же получается такая пещера в которой может быть стул может быть и не стул то есть это все ломается по существующей стереотипу о комфортном пространстве для жилья или и как вообще переход может я сижу меня уже переполняют какие-то комментарии когда я слушаю вопросы меня зовут Саша Богдарева если кто-то меня не видит потому что я сижу вниз на стуле я бы наверное сказала что очень многие вопросы берут свое начало в том что в России на текущий момент нет в принципе культуры исследований в области архитектуры то о чем говорит сегодня Эдик скорее в моем понимании по правильному если я не права это о развитии исследований и о том куда мы идем дальше о нашем будущем о будущем в целом архитектуре как науки и создание следы как вообще в широком смысле если говорить о переходах буквально более сложная форма то когда люди смогли перенять существование да перебить из пещеры и принять существование например айфона я бы не спрашиваю как на его взгляд а вот специально в качестве издевки над этим проектом над этой темой показалось что чтобы показать что там можно жить пришлось поставить и киевский стуль не киевский а почти просто такие вещи уже рисуют там лет десять и все убирается опять же вот такая замечательная кривая форма а туда встает стул витера но пока да нет но в реальности идет развитие в данном случае ну ладно проявится я опять извини на самом деле это правильный вопрос на самом деле и фишка в том что это эксперимент где у нас нет прям функций здесь покупка естественно туда типа стол там у нас кухня тут у нас гостиная вот и для того чтобы показать нам приходится взять реальную мебельюшку из библиотеки 3д 3д вообще какие-то технологисты посчитают объем конструкции и объем реально подаваемого и там все ломается ломается в смысле что мы сейчас находимся немножко другой эти все проекты они существуют немножко выстреливают немножко другую экономическую ситуацию когда во-первых а нам реально строить роботами в данном случае робот 3д какой-нибудь 3д дешевле а во-вторых что мы сейчас находимся в ситуации где у нас а у нас по-другому сформирован транспорт например транспортная система транспортная сеть у нас по-другому устроен город как у нас организуется пространство городские пространства они сконстрированы поэтому действительно если у нас эту штуку поставить где-нибудь в Сибири где-нибудь в полях в лугах то она никому мешать не будет и пространство у тебя немножко другой расчет идет по поводу того насколько у тебя экономическая экономика да вот поэтому и поэтому на самом деле куча вопросов просто мне кажется что не идя сюда не пытаясь делать эксперименты мы не сможем отвечать на вопросы текущего дня как они решать сейчас потому что на самом деле действительно сейчас если бы если бы какой-нибудь там не делал свои оболочки из мылых пузырей которые мылые пузыри ну что такое вообще не серьезно а потом с помощью этих мылых пузырей с помощью этого же метода перекрывало сотни метров без опор этот переход невозможно совершить без вот этого странного экспериментального хода вот поэтому на тот момент я не уверен что он думал что он сможет потом перекрывать такие огромные пространства с помощью этой какой-то маленькой странной вещи все равно на данный момент это ломается по экономичному потому что Макс показывал на своей лекции вот такой декоративный вопрос предложил беседку но ее же не стали реализовывать ну так много чего реализовано здесь вопрос в том что у нас в России мыслится все как бы категориями 100% должно быть применено и выгодно применено и с одного раза с первого а в мире обычно идет разговор о том что мы сейчас 10 разных вариантов попробуем и какой-то из них выстрелят без этого нет прогресса это эволюция у нас в России в первую очередь у нас ломается все потому что никто ни с чем не экспериментирует и не прототипирует а вот это как раз то самое прототипирование и проверка каких-то гипотез это наука если мы будем говорить что ой ну тут как бы все ломается ну можно обратно хочу я не говорю я просто как это все может перейти из сферы исследования более реальной плоскости когда допустим заказчик будет готов инвестор инвестировать в такие проекты мне кажется как всегда одним образом с помощью двух вещей технологии и экономики все на самом деле технологии достаточно легко представить тут очевидно что столом просто инородным то есть его не должно быть то есть должно быть что-то вместо стула данной штуки допустим когда человек садится что-то под ним само и у нас просто нет такой технологии на данный момент когда это само формируется с каких-то нано роботов или с чего-то подобного то есть когда она будет когда ты принимаешь форму тела похожую на то что ты хочешь сесть и под тобой сразу все это само формируется мы можем иметь другое пространство изменяющихся просто они в этом проекте решили поставить эти глупые стулья они подумали на эту тему ну потому что они просто думали в другом направлении на другой тему и на эту тему и на эту тему у них там времени не хватило и просто не хотели вообще думать но в принципе представить это легко можно и просто нет такой технологии когда она будет проблем не будет и если посмотреть примеры просто развития каких-нибудь других областей сейчас мне кажется актуальна довольно тема 90-е годы архитекторы все были восхищены идеей того что медиа может создавать архитектуру и пространство то что сейчас Эдуард приводил пример с телефоном то что он создает пространство уже нового типа но тогда были идеи которые перешли допустим медиафасады и как только эта технология стала доступна в середине прям нулевых появилось очень-очень-очень много проектов которые повторяли друг друга люди натягивали медиафасад на дом и говорили то что вот у меня есть коробка но тут у меня медиафасад он создает вообще другое качество архитектуры что отчасти было правдой ну и в этом как бы было развитие теперь появился не знаю тот же самый гиперкуб который по сути имеет в основе свою абсолютно такую же идею но ни у кого не возникает вопрос как же это можно реализовать хотя наверняка в 90-е годы было много вопросов на эту тему или если еще дальше мы зайдем в 70-е года там Седрик Прайс который стал в основу кибернетики в архитектуре он говорил то что мы построим сейчас такой театр в котором люди сами будут актерами потому что все будет меняться и подстраиваться под них и тогда он там потратил кучу времени на написание софта ну если так можно даже сказать этого времени в итоге проект был не реализован но зато это даже еще лучше потому что те идеи которые он в 70-е произнес сейчас в начале нулевых были восприняты просто на суперподъеме с развитием роботов и всего такого и сейчас уже вот эти проекты того же Филипп Рама сейчас он делает ландшафтные проекты в которых уже ландшафт и среда как раз климат и комфортные зоны они все компьютеризированы вообще не зависит абсолютно от каких-то естественных погодных условий то есть ну мне кажется эволюция особенно с точки зрения технологий вполне легко объясняет то что все проблемы в какой-то момент будут решены и нужно просто пробовать и развиваться и самому кстати хотел добавить к этим словам что на самом деле фишка в том что сегодняшний архитектор в том что он участвует если он не наблюдатель который просто ждет технологии типа у меня хорошая идея такая на технологии что именно фишка современной архитедры что он может и должен погружаться в это технологическое пространство и влиять на него и по себе подчинять это технологическое пространство создавая те инструменты которые ему необходимы и это тоже часть эксперимента тотальный эксперимент архитектурного потому что без него никуда это возвращение то есть наоборот это сакральное возвращение архитектора к своим задачам быть человеком который отвечает полностью за процесс целиком процесс в целом от чего он сейчас отделял сакрин 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 ну вообще лучше править строитель править править право править право править можно еще вопрос не считает ли все присутствующие здесь в частности Эдуард что очень много проходит протекает сейчас исследований технологических конструктивных массы исследований но все инструменты не задействованы в антропологических исследованиях в исследовании пространства то есть урбанистику ландшафт доанализируют а вот после Гропиус с его исследованиями и удобства ну я считаю что не совсем прав с его модулярия поэтому я считаю что те исследования которые Гропиус проводил те исследования которые в принципе шли в Баухаусе было отлично но после этого почему у людей возникает какой-то внутренний диссонанс потому что если идет эксперимент на павильоне павильон это один из трех объектов который не является функцией самодостаточным там по-моему выставочный павильон надгроби и что-то еще является самодостаточным и не нуждающимся в какой-то доп. функции когда пределы красавец жилье и очень очень самоштабного тебе пространства вот начинают исследования и люди упираются в то что некомфортно ставить туалет в ванну во что-то вот такое гостиницу в общественных пространствах сделаешь окей но все эксперименты проводятся на жилье почему бы не проводить сначала адекватное исследование о том какое бы пространство с данными реальными данными экспериментами было бы еще и и по по восприятию приятно к существованию внутри чтобы оно не вызывало такого отторжения почему не проводятся вот такие исследования что такое что тут вообще было такое что прямо отторгает в общем да я сам уже немножко не знаю я не знаю о чем я не понимаю вопрос про эстетику и про эстетику есть два вопроса эстетика или есть про восприятие как только появляются такие исследования чаще всего полупрозрачное пещерное пространство да получается что что-то не слово а в пещерах там жили? нет но это было очень и очень давно когда пришла фраза о том что развивать технологию и возвращаться пещеры очень много времени прошло между этими двумя точками поэтому это не совсем корректно но мне кажется никто не говорит что вот это будет завтра нет я думаю что среда для обитания когда проводят такие эксперименты на больших там транспортных объектах общественных пространских театрах бога ради оно не не среда для постоянного обитания а как только люди в этот концепт смотрите классные конструкции классно все просчитано но вот человек побыватель смотрит и видит свету который ему не тебе комфортно на природе оно не похоже на природу там много перпендикулятор но просто пойми то что сейчас происходит это просто привычно и когда дойдет момент до того когда многим количеством большим количеством профессионалов дизайнеров интерьерщиков архитекторов будут владеть вот этими технологиями и будут в эту сторону развиваться то пойдет как раз таки ресурси какие-то промежуточные варианты с природы все равно в выходных возвращаешься в руках как бы человек он может биологика ведь является прямой наследницей модерна модерн взаиминтерьером был превосходен людям нравились особняки в данной стилистике в семье ну нет вообще не сложно разбирать потому что я не могу находиться в классическом интерьере ну да это уже вообще здесь много вкуса мне кажется здесь вообще невозможно обсуждать в качестве абсолютно разговора про комфорт я за мной говорю про вкус какой вкус такой вкус когда люди пытаются интерполировать биологику как стилистику на интерьер тяжелой естественно архитектор ну какое-то вот это прямое отторжение исключает к этому почему зачем вот так нам приятно в прямом угле нам приятно это пространство я не просим прямого угла я тебя умоляю Эндик не говорил на эстетику вообще ничего я спрашиваю не по поводу того где у вас ортогональность вполне себе может присутствовать и возможно часть из них будет нормально насыщена сантехникой и все будет тоже нормально мне кажется нельзя скатываться к обсуждению очень большого количества всего сделанного к какому-то одному аспекту у тебя есть конкретный клиент который почему-то во-первых к тебе пришел или не пришел к тебе есть определенная экономика есть определенная технология и на самом ты уже когда спроектируешь реальную вещь исходя из очень многих обстоятельств и да ты действуешь уже немножко по-другому по-другому потому что у тебя изменилась среда твоего творчества еще на секунду вопрос почему все эти исследования которые есть у нас сейчас на данный момент в кубе выглядят вот так когда исследование подходит к среде да к внутренним пространствам оно большинство людей появится вот так когда у вас в пик в претензии высказывает у вас пол перетекает в стены в потолок и мы не можем причитать поэтому экономика идет потому что пока удобнее считать так пока считать и разрушать потому что у тебя есть идея которая тебе легко вскнуть в такую мебель в такое пространство это очень важный момент это опять же у тебя у нас сейчас создана определенная система это хорошо в смысле что она создана в смысле ты приходишь в мебельный магазин выбираешь что-то и ты не думаешь о том что он не встанет потому что у вас везде более-менее все встанет и это нормально и поэтому когда мы говорим про то что мы должны делать большой переход этот переход будет большой и длительный не надо думать что он свершится сегодня или завтра он будет длительный и состоит из очень большого количества мелких разнообразных проектов шагов решений технологий концептов и всего чего еще эти нужно решить если мы все-таки хотим попробовать пожить в чем-то другом спасибо 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 спасибо